Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Елена Политаева. Я психолог, песочный терапевт и мама двух детей. Сегодня я хочу познакомить вас с методом песочной терапии, моим любимым методом, с которым я познакомилась в 2002 году. Я тогда училась во втором институте на психолога и на последнем курсе нас знакомили с практическими методами психологии, с несколькими. И среди них была песочная терапия. Тогда мне она очень понравилась. И я сразу заинтересовалась этим методом и захотела использовать его в работе. Потом, в 2005 году, после декрета, я ушла на работу и начала его использовать в школе-интернат для детей с нарушениями интеллекта. Но для детей с рано, конечно, интеллектом, с педагогической запущенностью и так далее. Этот метод очень пришёлся там, потому что ребятишки успокаивались со временем, то есть снижалась очень тревожность, и они начинали заниматься уже такими творческими занятиями больше. Девочки, например, больше начинали шить, вышивать, лепить, красиво рисовать. А мальчики уходили в спорт или там на деревообработку. Больше этим интересовались. Затем я уже начала после работать в Центре социальной помощи, в школах и также активно применяла этот метод и там. То есть я видела, как детям становилось легче, и мне было очень приятно с ним работать. Поэтому сейчас я живу в Московской области, продолжаю применять этот метод, работаю в школе и занимаюсь частной практикой. Как приехала в Москву, я сразу прошла курс повышения квалификации по юнгианской песочной терапии. И сейчас прохожу обучение по международной латвийской программе и для рыбатни, по песочной теории и практике песочной терапии, где нас обучают очень, так скажем, этому методу, очень глубинному. И там в Латвии уже 20 лет этот метод очень востребован. Здесь, в России, он только начинает набирать свою силу. И теперь я хочу немножко обратиться к теории, о чём этот метод и про что. Итак, песочная терапия, вы можете сейчас смотреть на слайды, которые на вашем экране. Это один из методов психологии, возникший в аналитическом подходе. Это способ общения с миром и самим собой. То есть в основном в свой внутренний мир человек отображает, например, на песочном подносе и устанавливает с ним такую связь. То есть собирает в себя свои потерянные части Личности воедино и создаёт свою уникальную картину мира. И, как говорил Карлов Густав Йонг, часто руки знают, как распутать то, на чем тщательно бьёте разум. Я немножечко буду подглядывать, у меня тут тетрадочка для того, чтобы соблюдать структуру. И её акцент, конечно, на проявлении, то есть на естественном проявлении себя, своих чувств, настроений. И таким образом это приводит к самосцелению человека. И этот метод используется в работе как с детьми, так и со взрослыми. Помогает выразить тяжёлые переживания, боли от потерь, внутренние конфликты и неприносимые чувства, такие как бессилие или беспомощность. То есть невидимая боль и страдания души с помощью картинной пески становятся осязаемыми и видимыми. И, в общем-то, с помощью фигурок, символов и метафоров с миром травмы, с миром уже не так страшно контактировать. И поэтому этот метод очень простой, но в то же время очень глубокий. К нему нужно относиться с особой осторожностью. И специалистам, не прошедших обучения, лучше лишний раз обучиться этому методу и понять, насколько глубоко он действует. Хочу немножко коснуться истории метода. То есть в 30-е годы прошлого столетия Маргарет Ломенфельд использует в своей работе два цинковых подноса с водой, песком и фигурками. То есть она в своей клинике создаёт технику мира и приносит детям фигурки и песок. И она наблюдала, как детям тоже становилось легче, и некоторые дети выздоравливали, то есть целились. Потом уже в 50-е годы до рукавов юнгианский аналитик уже обучаются Ломенфельд, то есть развивают её идеи, соединяют технику с юнгианскими идеями и восторг-философией. Так рождается синтеплей, то есть песочная терапия. И таким образом песочная терапия возникла в рамках, так скажем, юнгианского аналитического подхода и базируется она на символическом содержании бессознательного, как источнику внутреннего развития и роста человека. И Карл Густав Юнг считает, что процесс игры в песок он высвобождает заблокированную энергию и активизирует возможности самоисцеления, заложенные в человеческой психике. Итак, синтеплей — это метод направлен на разрешение личностных проблем через работу с образом личного и коллективного бессознательного. И основная цель — это достижение клиентам эффекта самоисцеления, который происходит спонтанно через творческое сморожение личного и коллективного бессознательного. Ведь в песке без страха уничтожается старый мир, создаётся новый, и с персонажами песочной картины можно проигрывать различные конфликты, находить способы их преодоления, открывать эмоции, то есть отыгрывать эмоции, смотреть, как будут к этому относиться те или иные персонажи, что не решается человеку сделать в обычном мире. Здесь можно также проиграть много ролей, выбрать для себя подходящую, подходящую к твоему внутреннему состоянию и своему истинному «я». Постепенно боль от потери, разрушение и травмы становятся меньше, так как в психику встраивается внутренний образ главного героя. Когда человек почувствует себя в песочном подносе главным героем, который может завершить свою судьбу именно на уровне песочницы, постепенно это он переносит во внешний мир. И так, как бы, таким образом начинается исцеление. В общем-то, использование метода песочной терапии приглашает нас в путешествие непростое, но довольно-таки интересное. Процесс разворачивается как в сказке, внутреннему, глубинному своему пути и к той мечте, к смыслу, к своим потерянным частям Личности. Вот мы туда и идём вместе с клиентом. И очень их вдохновляет, когда фигурки на песке соединяют, так скажем, прошлое и будущее. И здесь можно сказать то, что… То есть возможность самовыражения в песочной терапии не ограничена словами. То есть символ может сказать больше, чем тысячи слов, да, и передать те чувства, эмоции, комплекты, недоступные словесному выражению. Многие люди говорят о том, что они чувствуют, да, но не могут понять, что им, что их беспокоит, о чём болит душа. Вот именно в песочной терапии это позволяет наибольше раскрыться, да, и увидеть, что же болит и почему так мучается душа. Обычно в словах это практически невозможно выразить. И здесь приходит на помощь песочная терапия, которая позволяет увидеть своё внутреннее напряжение в фигурках, в символах, да, в каких-то ландшафтных построениях. И тогда человеку становится более понятно, что его беспокоит, как будто бы он видит себя в третель пространстве. и уже в песочном подносе он уже может влиять на то, что там происходит. Особенно это может помочь тем, кому по каким-то причинам очень трудно облечь свои переживания в слова, например, да, те переживания, которые очень болезненные, что с ними соприкасаться очень сложно. Детям, которым ещё неуютно в мире слов, да, которые ещё плохо ими оперируют. Людям, которые интроверты, людям, которым сложно говорить о своих чувствах, да, и с ними более о своей очень глубокой потере. К тому же этот метод подходит для тех, кто очень, ну, так скажем, себя строго оценивает, да, если, например, попросить человека нарисовать то, что его беспокоит, он будет переживать за то, что умеет ли он нарисовать или правильно он там что-то нарисует. То здесь рисовать ничего не нужно, то есть фигурки на песок может поставить каждый, да. И что же решает песочная терапия, да, то есть она работает с определённым спектром проблем, вот здесь общие такие проблемы, с которыми работает песочная терапия, это различные формы нарушения поведения, сложности в отношениях со взрослыми, родителями, воспитателями, учителями, свечниками, да, психосоматические заболевания, повышенная тревожность, страхи, сложности связанных с семейной системой, развивания, появления младшего ребёнка и в социальных ситуациях, там адаптация детства, детский сад, школы, различные неврозы. То есть что хочу именно по своей практике сказать, то я помогла через песочную терапию детям и взрослым детям с такими проблемами, как высокая тревожность, страхи, агрессия, да, то есть через семь-восемь занятий им становилось уже легче, проще, то есть найти контакт с собой и направить свою энергию в нужное русло. Например, один случай, да, у меня был связан с тем, что ребёнок очень агрессивно относился к своим сверстникам и, в общем-то, конфликтовал с учителем. То есть как бы как по её рассказам, то есть не подчинялся ей. В результате семи-восьми занятий выяснилось, что ребёнка очень беспокоит голос учителя, он очень его сильно воспринимает и пытается сказать на своём языке, что он не такой. То есть поговорив с родителями на эту тему, то есть они знали об этой проблеме и просто как бы наказывали ребёнка каждый день, ну как бы, да, то есть доверяя мире учителю, и, в общем-то, ребёнок был во всём виноват. В результате общения с ребёнком, да, и терапии ситуация со сверстниками улучшалась, то есть он перестал проявлять агрессию, с учителем оставалась ситуация неразрешённая. Когда я поговорила уже с учителем, да, то есть хотела сделать для них совместные занятия, как бы для того, чтобы наводить себе между ними контакт. Но учитель отказался, к сожалению, поэтому вместе с родителями мы решили о переводе, да, ребёнка в другой класс. Когда, ну то есть как бы учитель объяснил тем, что ребёнок неспособный, из-за того, что он противоречит с ней, он не успевает, и она, то есть не хочет с ним контактировать. Ну тогда этот вопрос только один, да, остаётся по поводу перевода. Мы перевели ребёнка тогда, то есть вместе с родителями, в другой класс, где другой учитель воспринял уже ребёнка по-другому. То есть он начал, то есть она приняла его, увидела в нём лидерские качества, и он начал занимать, ну то есть выигрывать в школьных олимпиадах и показывать хорошие результаты в спорте. Иногда просто не всегда нужно обвинять ребёнка в том, что происходит. Иногда нужно, то есть рассмотреть ситуацию со всех сторон и помочь ребёнку в его развитии. И также приходили детки, я уже не буду, да, подробно сейчас рассказывать о том, с высокой тревожностью, когда, например, ребёнок из класса выбегал в истерике или он мог во время урока очень сильно кричать. То есть это такие, да, скажем, неврозоподобные поведения, и он мог выбежать там во время урока, и мы там искали учитель по всей школе, да, потом звонили родителям и так далее. Тоже в этом смысле источная терапия была. После 5-10 занятий, он стал легче. Он снизил из тревожности по поводу его нахождения в классе, то есть он же не так был со всеми не совершил при каких-то, при выполнении заданий и так далее. И дальше, то есть он начал активно интересоваться по построению самолётов, конструированию их и так далее. То есть мама пришла тогда и говорила, нужно ли покупать желаю, да, по самолётам, если он как бы не захочет потом поступать в институт. Но здесь вопрос уже не в этом стоял, да, то есть надо ли поступать или нет. Ребёнок направился вверх и в нужное русло, начал интересоваться самолётами и как они устроены. Это очень здорово. Ну, вот таких несколько случаев, да, со взрослыми я тоже работала. И приходили в основном женщины от 30 до 40 лет. Кто-то приходил с проблемой отношений, кто-то приходил с... то есть какой-то неуверенностью в себе, да, вот эти очень напряжения, понятно, откуда. Вроде всё, что есть и работа есть, а что-то очень сильное беспокоит. И вот тогда приходилось нам понимать, что это беспокоит, да. Кого-то беспокоило, оказывается, вот, у женщин, то, что работа ей не приносит удовольствие. То есть в своё время начали... То есть отправили её учиться, не поняли, ну, то есть не туда, куда она хотела. Вот теперь женщина из-за этого переживает, ищет какие-то новые пути для того, чтобы заняться тем, чем она хочет. Вот как раз вот в этом беспокоитстве она узнала на, так скажем, в источной терапии. До этого не понимала, откуда он идёт, почему это происходит, да. Ну, и другие такие проблемы, с которыми обращаются, да. То есть и что позволяет в сочной терапии? Она позволяет разгрузиться, да. То есть разгрузиться в своём будущем миру от лишних переживаний. Почему? Потому что когда мы что-то переживаем или боимся, то есть у нас слова не в году с чувствами. То есть чувства настолько бывают непонятны, как их выразить в словах, что мы запутываемся, и это нас ещё больше пугает. То есть здесь в источной терапии всё становится непонятным и не таким страшным, когда это описывается в фигурках на источном пространстве. Вот. И что же, да, в источной терапии позволяет? Мы, в принципе, уже сказали об этом, но можно ещё раз повторить, что будет позволять выразить переживания, которые долго сформулировали. Эти слова открывают внутренние резервы для разрешения трудностей и дают возможность пробовать новые способы построения отношений и разрешения конфликтов. Изменить отношения к себе, к своему прошлому, настоящему, будущему, значимому другим, и в целом к своей судьбе. То есть отреагировать в какой-то экзональный процессе творческого своего разума. раскрыть творческий потенциал, да, взрослого ребёнка и значительность в смысле тревоги, эмоционального движения и усталости. Это цель терапии, да, не менять, не переделывать ребёнка или взрослого, не учить его каким-либо специальным поведенческим навыкам, да, дать ему возможность быть самим собой, да, вот. И что же нужно иметь в арсенале песочного терапевта? В арсенале песочного терапевта должно быть две песочницы, то есть 70-50 на 10 или 50-70 на 8, да, песок, вода и коллекция фигурок. То есть одна заполняется сухим песком, другая — влажным. И ящик, в общем-то, да, для песка он удерживает как создателей, так и его сознание, так говорила дурака. То есть всё, что у нас находится внутри, его слишком много. То есть и вот именно ящик прямоугольный, он даёт возможность не затопиться, да, то есть не выплеснуть всё, что там есть, а выплеснуть то, что, наверное, сейчас, в данное время, для человека более актуально. То есть это такое ограничивающее пространство. То есть синее дно песочницы служит основой песка, то есть так же, как фундамент для бессознательного человека. Песок и вода очень важны, потому что песок очень… не такая простая форма материи, простая форма для движения психических составляющих, да. Вода чёт, то есть очищает, растворяет, обновляет. То есть она как бы имеет такое очищающее свойство, да, немножко как бы… То есть человек уходит немножко в регрессию, да. Влажный песок, сырой песок позволяет придать себе форму, побуждает к созиданию. Он напоминает землю, да, то есть земля как символ объединяется с живой водой, то есть творческая сила бессознательная. И, в общем-то, это помогает родиться чего-то, то есть песок соединяется с водой, так же, как и земля соединяется с водой, рождает что-то новое. И коллекции фигурок, в принципе, сильно увлекаться не надо, то есть можно иметь стандартный набор. Вот я предлагаю классификацию фигуры Леонер Штейнхарт, которая вот выделяет 18 наименований того, что должно быть в песочнице, да. Это люди, наземные животные, лескомы, летающие и не летающие, да, то есть обитатели водного мира, жилища, дома с небесами, домашние утки, продукты, деревья, транспортные средства, предметы, связанные с сферовами на человека, аксессуары, естественно, природные предметы, оружие, фигурки, убродни, злодеи. То есть всё, что есть в мире, это в миниатюре, в принципе, должно быть в песочнице. Продолжительность и частота сессии, да. То есть как бы здесь продолжительность консультации должна варьироваться от 45 до 60 минут, до 50 минут. То есть что касается частоты сеансов, то тут нет определенных требований. Это зависит от проблемы и от состояния человека, да. То есть мы заметили, то есть что после 6-8 занятий снимается устроенное психологическое напряжение, ребёнка при взрослом становится более, ну, то есть легче, легче. Полный же курс может составлять 15-20 сеансов и более, да, то есть в зависимости от того, насколько человек готов приходить, работать со своим внутренним миром и в зависимости от его проблемы. Бывают такие случаи, что и одна песочница бывает достаточно, когда у человека проблема так назрела. У меня был случай, когда клиентка за одну песочницу впоследствии изменила всю свою жизнь, да. То есть она привела квартиру в маленьком городе и уехала жить в тёплую страну. Вот. А прежде, сразу после песочной картины она купила себе в квартиру очень большое зелёное растение, потому что поняла, что ей не хватает воздуха, ей захотелось это как-то компенсировать. И вот после того, как она купила растение, она изменила свою жизнь на 180 градусов. Вот такие случаи тоже бывают, но они очень редкие. В основном нужно 15-20 сеансов, чтобы у человека произошли те изменения, которые им необходимы для его здоровья, для его психологического здоровья. И периодичность консультации зависит от остроты проблем, да. Обычно это один раз в неделю, если устрою очень ситуацию, то тогда один-два раза в неделю. Позиция психолога должна быть нейтральной, да. То есть не руководство про ССМА должен быть в роли внимательного зрителя, да. После того, как человек построил картину, то есть я могу что-то спросить, могу не спрашивать, в зависимости от того, хочет этого клиента или нет. Если он хочет, я предлагаю ему рассказать о том, что в его картине происходит, и тогда он рассказывает. Дальше какие-то возможные сделки уточняющего голоса, да, по картине. И, в общем, мы можем как-то, то есть при желании клиента я могу что-то у него поспрашивать, да, для более лучшего такого осознавания. Но в основном картина действует автономно или сайты, или изменения, они приходят со временем. Со временем. От источных терапевтов, да, то есть важно сказать, что нужно быть в контакте со своим действиям, учащим, да, принимать, разговаривать на запытом языке образов, книг, сказок, то есть уметь ориентироваться в символическом пространстве. В символическом пространстве, да, и этот вроде как-то средопростой метод, но мы очень глубинем, где мы стали профессиональные личности в росте, да, осознавать бережную позицию к клиенту в его работе. Обязательно нужно, конечно, иметь желательно личную работу в песочнице, то есть о самом собственном пути индивидуации своего роста, да, это дает возможность создавать для клиента более свободы, защищение пространства, да, то есть не проецировать свою проблему, где-то на клиента, а проработавшись со своими, уже есть объективно то, что происходит с клиентом. Поэтому тем, кто захочет этим заниматься, нужно проходить обучение, обучение личной терапией и только для того, чтобы понимать о чём, о чём это метод, как его применять. Да, это вот про мальчика, которого я рассказывала, то есть высокая агрессивность, то есть эти восемь занятий по песочной терапии сняли высокую агрессивность, да, повысилась успеваемость, вот его песочная картина. Тут немножечко есть. Вот. В принципе, я рассказала всё вкратце, да, то есть кто захочет узнать об этом более подробно, в центре Галюции проходят различные мероприятия, мастер-классы, обучающие программы по песочной терапии и не только в центре Галюции, да, проводят другие заведения. Да, обязательно нужно поучиться, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть, подходит ли этот метод вам как психологу или вам что-то нужно другое, да, потому что я очень многих знаю психологов, которые с нами учили, и которым этот метод, к сожалению, не подошёл. Вот. Поэтому ищите себя, ищите, проводите различные направления, и как только поймёте, что это ваше, приходите к моим коллегам. Спасибо за внимание. И буду рада вашим откликам и в дальнейшем общению. Спасибо. 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 Спасибо.